Библейский портал экзегет.ру представляет 25 глава книги пророка Иеремии в переводе Луки Маневича, а я читаю ее для библейского портала экзегет. 24 содержит яркий образ из начала VI века. Смоквы – хорошие и плохие. Хорошие – это те, кто отправился в изгнание, плохие – те, кто остался в Иудее, в Иерусалиме. Он еще не разрушен, но скоро будет. А 25 делает такой флэшбэк, такое отступление хронологическое еще в конец VII века, когда было не вполне ясно, что это состоится, когда еще была некоторая развилка. Книга построена не хронологически, сначала ранние, потом поздние пророчества, а тематически. У нас момент начала катастрофы, а тут отступление. Ведь я же вас предупреждал, грубо говоря. Вот слово, которое было Иеремии о всем народе Иудеи в четвертый год правления царя Иудеи Акима, сына Иосии. Это был первый год правления Новоходоносора, царя Вавилонского. Он и разрушит, кстати, впоследствии Иерусалим. А это пока у нас 605 год до нашей эры. Вот что возвестил пророк Иеремии всему народу Иудеи, всем жителям Иерусалима. 23 года Господь возвещал мне свое слово. С 13 года правления царя Иудеи Иосии, сына Амона и до ныне. Я говорил вам, говорил вновь и вновь, но вы не слушали. Господь посылал к вам рабов своих, пророков, посылал вновь и вновь, но вы не слушали, не внимали тому, что там говорилось. «Пусть каждый из вас оставит злой путь свой, свои злодеяния, и живите на земле, которую Господь дал вам, и отцам вашим на веки вечной. Не преклоняйтесь богам иным, не служите им, не простирайтесь ниц пред ними, не гневите меня делами рук своих, и тогда я не пошлю вам беду». Ну, основное содержание всей книги Иеремии. «Но вы не слушали меня, говорит Господь, делами рук своих вы гневили меня себе на горе». «Потому так, говорит Господь воинство, за то, что вы не слушали моих слов, я созову и соберу все племена севера, говорит Господь, и призову раба моего на уходоносора царя Вавилонского, а косты на уходоносор его раб, не только иудейские цари или израильские, и поведу его против этой земли, ее жителей, против всех соседних народов. «Я истреблю их, обреку их на ужас и унижение, на вечное опустошение, и заставлю среди них умолкнуть голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, скрип жерновов и огонь светильники». Тут сначала такие праздничные картины, голос жениха и невесты, это свадьба, а потом повседневные, скрип жерновов, хлеб мелют, зерно в муку и огонь светильники, ну, соответственно, когда темно зажигают. «Вся земля эта станет пустыней и ужасом. В рабстве будут эти народы семьдесят лет у царя Вавилонского. Когда минует семьдесят лет, я покараю царя Вавилонского и его народ, говорит Господь». Естественно, не того же самого, он уже умрет, а Вавилонское царство. «И землю халдеев за их преступления. Я сделаю ту землю пустыней навеки, я свершу с той землей все, что я предрек ей, что записано в этой книге, что предсказал Иеремия о народах. И станут они рабами у могучих народов, у царей великих, и отлачу им по их поступкам, по их делам». Ну, оно и сбылось, когда персы завоевали Вавилон, но, смотрите, сначала эти самые вавилоняне, они орудия, они орудия Бога для наказания иудеев, а потом и их ждет своя расплата. То есть, если кто-то кого-то завоевал, это не значит, что Богу угоден завоевать. Это значит, что завоевание входит в замысел Бога, и цели могут быть совершенно другие. «Так сказал мне Господь, Бог Израиля, возьми из моей руки эту чашу с вином ярости и напоим все народы, к которым я тебя посылаю. Выпьют они, закачаются, обезумевают пред мечом, что я на них посылаю». Образ чаши с вином очень часто образ гнева Господнего, то есть то, что лишает человека разума, то, что лишает его сил. Вот он пьяный, шатается, ничего не соображает. «И взял я чашу из руки Господа и напоил все народы, к которым Господь послал меня. Иерусалима, города иудеи, с нее и начал, да, со своих. Цари ее и вельмож, чтобы обречь их на упустошение и ужас, унижение и проклятие, которые обрушились на них ныне». Надо же было своих-то пропустить, всех остальных напоить, но своих не надо. «Но Господь велел все народы». Как такой яркий образ показывает, что вообще-то гнев Господа может обрушиться на любой народ. И если кому-то сейчас хорошо или кому-то сейчас плохо, это не значит, что этот народ в принципе угоден или нет. Это значит, что вот такой замысел. Потом об этом будет очень много апостола Павла. Все виновны перед Господом, все нуждаются в избавлении от этого наказания. А здесь вот само наказание описано. Чаша гнева, которая сводит с ума. Итак, чтобы обречь их на упустошение и ужас, унижение и проклятие, которые обрушились на них ныне, уже в Вавилонском завоевании. Фараоны царя египетского, его слуга, вельмож, весь его народ. И всех иноплеменников среди них. Всех царей земли Уц, это, кстати, земля, где жил Иов, но это, скорее всего, и дом. И всех царей земли Филистимской, Ашкелон, Газу и Кроны, те, кто уцелел в Аждоде. Это основные города Филистимские, почему-то кроме города Гата. Эдом, Муаф и сынов Амона, окрестные царства. Всех царей Тира и всех царей Сидона, финикийские главные города. Царей в странах и за морем, Дедан, Тему, Бузы, все, кто бреет себе виски. Это уж какие-то дальние-дальние страны, да, вот даже не очень хорошо знаем, где это. Всех царей Аравии и всех царей, что правят племенами, живущими в пустыне. В основном арабы, кочевники. Всех царей Земри, всех царей Ламы и всех царей Мидии, еще дальше на восток. Всех царей с севера, близких и далеких, одного за другим. Все царства мира, какие есть на земле. А царь Шишаха будет пить последним. Здесь очень интересное место. Царь Шишаха. Что за Шишах? А вот здесь применена шифровка. Иногда говорят в Библии, что-то зашифровано. Вот здесь зашифровано, но, пожалуй, что только здесь. Самый простой шифр, когда выписываются буквы алфавита, первая меняется местами с последней, вторая с предпоследней, третья с третьей от конца и так далее. Вот здесь, если поменять таким образом буквы, у нас получится Бавиль, Вавилон. Да, то есть нельзя было написать Вавилон, наверное, а может быть и можно было, но Иеремия хотел как бы заставить задуматься, что это такое. Вавилон будет пить последним. Сначала он всех завоюет, а потом и его ждет та же участь. И скажи им, так говорит Господь воинство, Бог Израиля, пейте, пьянете, рыгайте, падайте, чтобы уже не подняться пред мечом, что я на вас посылаю. Вот этот образ человека, который уже на ногах не стоит и не соображает, вот то, что бывает с людьми, впавшими в язычество, вот они в состоянии запойного пьянства, из которого никак не могут выйти. И когда откажутся они испить чашу, которую ты дашь им в свою руку, и скажи им, так говорит Господь воинство, будете, будете пить. Если я посылаю беды городу, на котором провозглашено мое имя, неужели вы избежите кары? Не избежите вы кары, ибо я призываю меч на всех жителей земли, говорит Господь воинство. То есть вот это падение Иерусалима, разрушение его, не есть знак какого-то уничижения именно Иерусалима. Это знак того, что Господь судит все народы. Возвести им все эти слова и скажи им. «С высоты Господь возгремит, из обители своей святой возвысит голос, на овчарню свою возгремит, закричит, как давидчик винограда на всех жителей земли. До края земли гром раздается, ибо тяж Бог Господа с народами. Всех людей призывает Он к ответу. Злодеев обрекают на меч, говорит Господь». Так говорит Господь воинство. Вот идет беда от народа к народу, великая буря от края земли поднимается. В тот день убитые Господом будут лежать по всей земле от края до края. «Не оплачут их, не соберут, не похоронят, как навоз на земле лежать они будут. Плачьте, пастухи, рыдайте, в пыли катайтесь, вожди стада, ибо ваши дни наступили, вас поведут на заклание. Будете вы рассеяны, разбиты, как сосуд драгоценный. Убежища пастухам не будет, не будет спасения вождям стада». Пастухи, вожди стада, естественно, это руководители, правители народа. «Плач пастухов раздается, рыдание вождей стада. Господь разорил их пастбище, овчар немирно и гибнут из-за яростного гнева Господнего. Он словно лев, что из логова своего вышел. И земля их стала пустыней из-за гнева жестокого, из-за яростного его гнева». Вот глава, которая описывает гнев Господа на все народы, чтобы, наверное, подчеркнуть, что Израиль и Иерусалим не исключение, это не признак отвержения Богом этого города, этого народа, этой страны, но в отрыве от всего, конечно, выглядит очень мрачно. Особенно если учесть, что про другие народы Иеремий не говорит о восстановлении, он говорит только о погибели. Но таковы его пророчества. Иеремий вообще не очень оптимистичный пророк, с этим мы ничего не поделаем. А более подробно о том, что в Иерусалиме, он говорит, и как это все к Иерусалиму, относится будет в 26 главе. Субтитры создавал DimaTorzok